а на улице ужасно холодно сегодня не знаю даже честно смотрела сколько градусов мне кажется примерно минус миллион вот сейчас мы с вами пойдем в авиапарк большой обе и посмотрим ассортимент мне кажется там будет круто я уже там было месяц назад но сами по-видимому уже новый год очень милая композиция я хочу ее домой смотрите боже как новогодняя на дворе октябрь мне нравится такой подход круто очень-очень круто мне все еще в общем-то непривычно ну ладно а должен вот эти штучки у него хочу привет мы еще тыквы то не успели поставить а уже уже олени я по-моему какой-то не тот обзор сейчас делаю я попал на новогоднюю ярмарку ну ладно будет новогодний обзор растений ну вот как бы тоже растение правильно не совсем я и отошла от тематики моего канала очень хочу двухэтажный огромный дом которого елка будет до второго этажа просто я очень надеюсь конечно на такой сход событий вот они те ради кого мы все собрались начнем прям сначала есть цветущие как обычно розочки знаете меня в прошлом видео поругали что я трогаю растения ну начнем с того что им не больно конечно если их не дербанить и я вроде бы их не пыталась калечить но все же я воздержусь и я трогать растения не буду ну так слегка вот будем показывать папоротник у меня был папоротник он у меня умер он засох очень хочу папоротник но пока что он не хочет со мной лить удраться на лимон лайм который стоит у меня дома маленькая фитонии которые мы покупали с зеней предыдущем обзоре в леруа шопенчики спатифилума тут просто огромное количество спатифилума все они в хорошем состоянии ну практически все листы целые если есть что-то не целое то она аккуратно подрезана как бы сотрудниками все следят состоянием растений мне это нравится растение не сильно пыльные вот фикус бенгальский смотрите ни одной пылинки на нем нет хотя он по сути бархатный на нем очень часто скапливается пыль маленькие антуриумы большое разнообразие очень красиво стеллаж с суккулентами мой ненавистный суккулент я вот его боюсь реально смыть какая-то необычная кучка что это даже не знаю кактус микс эко-френдли чтобы это не значило а эко-френдли это наверное потому что они вот в такой переработанной переработанном горшочке интересно круто молодцы хоббит единственный которого я очень хорошо знаю ну молодцы мне нравится ну кто любит эту вот историю как все суккуленты можете брать все сюда зима и кулькасы настолько уже много надоели всем понимаю что мне кажется не заострять внимание не стоит но тем не менее вот они есть не хорошем состоянии в неплохом цен тут как-то нет можно самих растениях наверное смотреть не очень удобно для меня поэтому ну вот зима кулькасом 16 990 драцены ну вот драцены я вам хочу рассказать о том что драцены которые которые вот тут несколько стволов посажены вы должны понимать что это это обрубок от большого дерева и они не всегда как бы их укореняют вообще в принципе не просто и вставляют когда привозят сюда вставляют их просто в землю и не маленьким то есть большие еще как-то могут выживать там вот эти вот крупные стволы но когда как только вы принесете домой через какое-то время самый маленький стволик он все-таки начнет подгнивать потому что ну нет у него корней вы можете просто даже вырыть посмотреть у него нет корней и не будет потому что он слишком молодой его обрубили вставили землю но очень красивый мне нравится очень эти драцены у них такой интересный ствол надеюсь стволы трогать можно никто меня не захейтит красивый ствол мне нравится он такой мраморный супер похоже на бамбук забываю цены показываю не знаю вам это нужно 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 вот 3 690 пожалуйста как хочу на лину как хочу на лину маленькую на лину знаете такая прикольная большое количество суккулентов мне нравится разнообразие учитывая то что я суккуленты не люблю нравится мне в моем доме но то что их много для людей которым это нравится это лайк посмотрите очень прикольная композиция как готовый подарок для человека который увлекается как сам или суккулентами пожалуйста вот цена купайте даже если бы вот мне подарили хотя я не люблю кактусы меня ни одного кактуса нет мне понравилось я бы просто так и не не распаковывала бы так и поставила он есть другой другая вариация тоже круто смотрится супер итак друзья внимательно слушайте сейчас меня вот сенсиверия цилиндрическая в чем ее особенность когда вы ее захотите пересадить все вот эти вот палочки они живут самостоятельно друг от друга и они в общем-то все развалятся и вам придется все это самостоятельно ставить на одном уровне выравнивать это все короче мы это делали буквально вчера с большой санкции такой вы знаете это такой кошмар вы не представляете но я никому не советую пересаживать ее это просто от я вам серьезно гореть вы хотите себя проверить пожалуйста сделайте это но не советую и вот это вот что с сансами делают это просто извращение издевательство и все остальное дизлайк жалуюсь дальше напротив селлажа с кактусами мы видим маленькую шифер маленького регатная шифлера вы знаете ну какой то даже не послушайте я могу сказать стоит она 500 рублей я взяла все-таки эти подвесные кашпол на wildberries и я туда сейчас должна найти какие-нибудь растения маленькие как тут шумно ё-моё сейчас вернусь в общем шифлеру мы запомнили почему все так шумяются люди какие-то тачки плющик вот пожалуйста вспомните плющ леруа смотрите на его состояние он просто он практически идеален мне практически он идеально реально смотреть у цветущая история цена бегоний не люблю вот как красиво у них выглядит стенд с орхидеями прям ну даже для меня человека который с орхидеями вообще никак я даже для меня это очень красиво не очень нравится даже с ними даже с ними хочу сняться здесь там красиво высла кстати подкормка для орхидеи наличие кому надо могу застрять сейчас на них внимание но выглядели это все просто роскошно роскошно что это такое почему так много деток у хлорофитом утрите многодетная мать вот это я понимаю вот смотрите какой малюта они очень милый короче когда они только выходят мощнейшая посмотрите драцена и ума и дорогая ты просто огонь то сказать вот ее стоимость тоже как бы огонь сразу вот маленькие драценки вот прошу есть корни у драцены есть корни неплохие корни но почему-то когда вот их три то что он показывал 32 композиция когда из нескольких вот я уверена что вот тут правая то что поменьше она реально сгниет на сгниет со временем первое сто процентов почему-то вот я уверена у меня такой кейс был не раз и в нашем магазине тоже прям драцены драцены вы знаете я раньше драцены вообще не любила крутяк короче круто 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 я вообще в восторге я в таком восторге смотрите маленькая арика не придали до карпус окей окей сколько он стоит ну вот может я а вот 700 ну знаете что там загнули вы ребят 700 это вот что а это вот камедорея 500 она кстати набитие даже выглядит чего это они принижают может не все-таки плюща взять нужно все-таки взять плюща 400 рублей нет 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 я не буду пока плющ монстры монстры как хочу монстров ой 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 опять трогаю как отучиться я не знаю честно я вроде бы их убить но все равно я так люблю посреди него лист такой скрутился ему помочь надо вы говорите не трогайте его ему надо помочь помогите пожалуйста девочки фикусы большое разнообразие фикусов размером по сорта мы ластика робуста тенеки белиз все здесь в общем-то ребята мелани по моему вот этот правильно это мы хорошо очень хорошо а стоит это не примерно такого размерчика 4000 почти обиджан красивый на биджан очень красиво кратоны не люблю кратоны вы все это знаете юка юка 1200 маленькая прикольная бесполезная по моему на мой взгляд если кто не знает вот они их обрубают смазывают запечатывают потом боковые побеги выходят вырастают как бы сам ствол остается таким же лирата бомбина 4 4 практически ребят загнули ребят кому надо на авито я видела за максимум 1500 лирата бомбина такого же размера но зато ладно каковы они хороши листики хорошем состоянии бенджик пестролизный али и кстати мне кстати понравился в последнее время али я в шоке он никогда не нравился вот это кого хочу сейчас это у нас тоже фикусы я так понимаю это макламе макламешечка ну красиво базара нет если честно реально круто выглядит плетеный ствол шарик штамп круто-круто но это все не стоит круто тоже почти ну 4 500 очень нормально кстати но все равно не нормально бенджики здесь все поселились посреди они блестят молодцы и посреди в они ухаживают за ними кстати хочу маленький цикос и кстати вот эти вот штуки это ваи то есть это не пальма называют это пальма но это не пальма это папоротник поэтому его листья этого и кто не знал это не пальма то интересно это новогодняя история красота ну блин красиво красиво но почему-то не в моем вкусе но по-любому красиво мне нравится даже с ними сделаю кадр я отстала от этих цветов мне нравится они что мне делать ну круто блин это в подарок очень красиво не то чтобы я напрашиваю что и пока не надо дарить бегонии они такие прикольные оказывается ну вот смысле как раз разве это некрасиво это очень красиво и вот это очень красиво ты марантовые собрались все и да там мы моника к орхидеи крепятся прям к стволам деревьев вот надо это уточнить потому что мне кажется это про это читала не похоже немножко орхидеи заметьте как он вообще марантовый так хорошо себя чувствует я понятия не имею просто бомбически посмотрите посмотрите на него я его не могу не потрогать надо меня ругать я его совсем не тревожа боже я хочу такое очень красиво такие знаете прямо с мазками как бы все нарисовано и тут оглашу внезапно в общем-то втиснулись по-моему это silver bay а вот это вот надо подумать что это надо silver queen по-моему в общем они такие все silver что он не поймешь какая какая именно вот это медальон наверное я вот не хочу знаете вот меня все ругают реально что туда лезу и так далее нет не надо вот смотрите сдалека вы прости смотрите сдалека не могу залезть внутрь потому что цены указаны на самих горшках сингоним я последнее время вот увлеклась сингонима мне подарила коллега один огромный куст теперь я не знаю стоит ли мне покупать еще какой-то из них по сути мне нравятся все зеленые растения но вот это вот с розовым интернет не мясо сырое я не знаю может у кого-то тоже так все просто очень любят это растение но якобы очень модно и крутой считает что у кого на если он крутой но я боюсь его от нормально какая-то может это какое-то отклонение ну вот он залит это же видно это не которые за которыми я по-любому вернусь сто процентов когда буду делать флорали мы уже это говорю год по хиро как хочу по хиру все знают что я хочу по хиру но маленькую это вот как с это как с налиной хочу маленькую налину и маленькую по хиру тех найти маленькие не могу найти сингоним это кто-то там butterfly по моему но покоться на немножко да но ребят это механические повреждения никогда не смотрите механические повреждения ничего страшного срежьте этот лист тем более у сингониума но как бы ему плевать то есть механические повреждения можно как-то еще ну вот это уже наверное механическое повреждение надо подумать видеть какой огромный лист он просто огромный также тут есть крупная мера вот большая большая хризолида карту большая драцена большой фикус пендинга хороший ствол очень-очень классный парень мастера большая достаточно да она огромная я вам так скажу пушистая арика пушистая али большой блин хочу его капец очень классная зибрина называется да лакайзия зибрина вот мы сейчас прочитаем лакайзия зибрина как я и говорила огромное растение смотрите какой лист какой лист посмотрите какой у него ствол красивый очень красивый ребята я дошла до конца вот так это все выглядит со стороны если смотреть это полностью крупняком то это очень круто выглядит в целом состояние растений всех хорошая мне нравится мне здесь очень приятно ходить тут много выбора много стеллажей все как-то укомплектована красиво и поэтому как бы мне вопросов нет все я закончила обзор мне здесь очень понравилось в отличие от леруа сто процентов вы сами видите то что качество растений конечно же намного лучше вообще бесспорно даже вопросов нет сотрудники ухаживают за своими растениями все все красиво выглядит все хочет то купить цены в принципе демократически демократичные демократические вот и сожалению ничего себе не нашла из маленького для моих подвесных кашпо но мне очень понравился получила удовольствие посмотрите какая красота как не получить удовольствие вот постоянно ходят сотрудники это очень классно потому что у них можно что-то спросить то есть если у тебя есть какие-то вопросы ты видишь то что они за ними ухаживают что-то там чистят что-то там плевают эта работа идет постоянная то есть ты не покинут сотрудниками и как бы тебе тебе не груз от этого растений того что опрыскали увлажнили то есть тут все все очень-очень хорошо поэтому приходите сейчас очень хороший ассортимент на новогодний как раз таки не знаю почему так рано но все же я всем советую ставлю лайк пока пока